Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Послание апостола Павла к Ефесянам, 5 глава 16 стих. Очень коротенькое. Дорожа временем, потому что дни лукаво. Что-то нет. У меня того не хватает. Но время каждому Бог дал. И дал для покаяния. Дорожа временем. Все время цены взлетают на продукты, на поездки. Здесь речь идет о времени, которое нам отпущено. Люди придумали изречение. Время это деньги. Деньги можно вернуть, а время нельзя вернуть. И люди распределили время какое. Это ребенок. Вот он ребенок. Это подросток. Это юноша. Взрослый. Взрослый. Дальше старость. И просто старость, а бывает глубокая старость. И научиться в какое же время-то. И почему она лукавая. Лукавая от слова лук. Лук натягивает. Он изогнутый. У тебя цель. Ты должен достигнуть. Дорога свернула. Летел самолет. 260 человек. На границе. Вдруг взрыв. Кто смеялся. Кто обнимался. Кто плакал. Мгновенно самолет разваливается. И все летят. Почти на 3 километра разлетелись люди. Где рука. Где нога. Никто ведь не думал об этом. А смысл-то жизни в чем заключается? Вот Матавилов очень тщательно искал. Спрашивал. Митрополитам. Книги читал. Отвечает. Душу спасти. Все. Весь мир завоевываешь. А душе повредишь. Какой выкуп дашь за душу свою? Весь мир приобретешь. Ну а что я должен делать? Заповеди исполнять. Вот все отвечают. И правильно отвечают. И заповеди известные. И только Серафим Саровский ответил. Смысл жизни в стяжании Духа Святого. Понимаете? Слова непонятные. А вот когда здесь считаешь. 5.16. То 17 стих. Прямо говорит о том. Познавайте волю Божию. Дорожите временем. А сегодня часы и на руках. И в компьютере. Где только нет времени. В городе по звездам. По солнцу. Везде определять можно время. О своем времени никто не знает. Время. Когда Господь отзовет человека из этой земли. Умирает богач. И записали. Какие у него последние слова были. Он говорит. Только прокричал. Миллионы за минуту жизни. Миллионы. Нету времени. Схватило дыхание. Он только прошептал отец. Послушай. Умоли Бога. Мне времени на один час для покаяния. Он говорит. Сын мой. Да сколько ж я тебе говорил. Дорожи временем. Дни лукавые. А что? Инфаркт. Инсульт. Ведь нас трясет со всех сторон. Тем более столько аварий. Речь идет об авариях. О тысячах погибших на дорогах. Притом погибают не по одному. А с детьми. Семьями. Корабль утонул. Сколько на нем? Вот войну было. Сразу одновременно 6 тысяч человек. Тысяч. У каждого биография была. Ничего уже нет. Познавайте волю Божию. А воля Божия какая? Воля Божия говорит. Нет. Чтобы кто погиб. Но чтобы все пришли к покаянию и спаслись. Другого нет. И самое главное что? Спрашивали. Ну я понял. А как Дух Святой стяжать? А он дальше говорит. В 18 стиху. Не упивайте с вином. Не важно там брашка у тебя, пиво. Не упивайте с вином. От которого бывает распутство. Сегодня опыты делают. Женатые, незамужние. Разные. И всем дали выпить немного. Потом больше. Как они заиграли. Как глазки строят друг другу. А все снимают. А потом им показали. А они ужасно. Я так вел себя. Да ты. Не упивайте с вином. От которого бывает распутство. Но. Исполняйтесь Духом Святым. Дорожа временем. А Духу Святому место когда? Когда тебя нет. Отвергнись себя. Вот сказать нельзя. Ну это ребенок такой капризный. Мы едем в электричке. Девочка большая уже. Ну лет 5-6. К ней подойти нельзя. Она кусается. Она бьет по лесу. И всех хохочет сидят. А что вы дальше будете с ним делать? А это ее путь так и сбралось. Что я буду там. До 50 лет и караули. До 50 до 100 караули. Был первосвященник Ильи. Хороший. А сыновья распутные. Он по нашему сказать патриарх. Первосвященник. А сыновья брали жертвы. Когда она не принесена. Запускали руку. Вытаскивали лучшие куски. И спали с женщинами. Которые приходили к скинье собрания. И он говорил. Дети мои. Нехорошая молва о вас. Идет. А Ян Затаус говорит. Не эти слова надо было говорить. А надо было связывать. Первое. Избивать. Второе. Третье. Изгонять. Да как они родные дети. Кровинушка твоя. Все. Я сказал. И он погибнет из-за детей. Почему ты не принимал мер никаких? Да как они уже взрослые. Э нет. У тебя костыль в руках. Ты подошел и все эти сосуды-то со стола смел бы. Как бы тебя стали считать сумасшедшими. Что бы отправили куда-то? Я спасаю души. Поезд идет. Он пьяный на рельсах лежит. Тут некогда разбирать. Я за волосы за ноги тащу его. Итак. Апостол Павел первым коринфянам 7.26 говорит. Хорошо человеку оставаться как я. Было время когда выбирала жениха. Выбирала невесту. Молодежь. Прямо. А процентов 86 разводов. Из 100 которые сегодня зарасписались. 86 разведенные. Государство разваливается. А Павел говорит. Хорошо оставаться как я. Потому что если ты оглянешься назад. Никого нигде нету. Ты один. С чем ты придешь туда? И вот человек жил. Накопил. А детей к Богу не привел. Он сам не верующий. А почему дети у тебя верят? А я их учил чтобы верили. А для чего? Сам-то ты не верующий. А чтобы не убили меня. Он понял. Что если они не верующие. Они пойдут на самые крутые меры. Зачем тебе богатство-то? Чего ты смердишь? Люди говорят. Вот сегодня фотографировали. Когда-то рисовали. Вот такой-то царь. Павел. А вот это его фаворитки. Фаворитки любовницы. И у всех груди открытые. Все полные. Где это? Ян Златоус говорит. Раскопай. Посмотри. Где царь? Где простолюдин? Ничего нет. И червей даже нет. А где откуда черви взялись? Сегодня говорят. Все в человеке живет. Вот только умер. Чистый. Помыли его. Положили в гроб. И запаяли. Распаяют. Полный гроб червей. А где они внутри человека? 300 разных наименований. Но всех их Господь глушит до времени. Как только умер. Мгновенно все вылазят. Вот и все. Рассказывает про одного. Как гнался за красавицей. Ну куда-то она оделась. И старца спрашивает. Ты не видел? Самое красивое благоухающее. Вот этот мешок с червями и костями, который пробежал. Он старый. Он понимает, что это такое. И ты должен сам себя определить. Не характер вырабатывать, а Богу поклониться. Отвергни себя. Оскорбили тебя. Били, ругали, хвалили. Тебе должно быть все равно. Господи, твоя святая воля добудет. А воля его в нас через любовь. Бог есть любовь. Первая заповедь. Возлюби Бога всем умным, всем сердцем. Вторая. Люби ближнего, как самого себя. Врага возлюби. Ну, простить я могу, но врага любить. Будьте святы, как я свят, говорит Господь. Итак. Коротенькое слово сегодня я говорю. Но как много в нем сказано. Дорожите временем. Обращайтесь к старым. И скажи, ты заметила, как прошла твоя жизнь? Сколько лет прожала? Да 500. Ну, в 500 лет только потоп начался. Заметил, ничего он не заметил. Рассказывает, как в виде легенды. Еврейской. Дольше всех жил Мафусаил. 969 лет. Больше никто не жил. И Господь говорит, ну, Мафусаил, долгая жизнь показалась тебе. Он говорит, Господь, вот как будто я в эти двери зашел, а в те вышел. А еще охота пожить? Он говорит, да. А потом, Господь, а умирать еще придется? Он говорит, конечно. Тогда не надо. Такая смертная чаша тяжелая и горькая. Это легенды, но в них такой смысл заложен. Дорожи временем сегодня. Потому что, вот если мы идем домой, и вдруг открылось какое-то видение, цель. Если там горит все, ты в пожар не пойдешь. А я, Богослов говорит, видел я великий белый престол. И сидящего на нем. От лица которого бежало небо и земля. Вот сейчас кто-то работает по сельскому хозяйству. Ему это надо. Ну, кто не работает, то почему не приходит никогда? Один-два раза не пришел, а дальше уже не затянешь. Ты же к Господу идешь. Господь подсчитает часы, куда твои ножики ходили. Вот великий белый престол. От лица бежало небо и земля. А надо идти вперед. Воскрес тут все, которые убил и кого убили. С чем мы предстанем? Накормили, напоили, посетили, молились, помнили. А мы как в этом нуждаемся? Мы ездили, много благовествовали. Заходишь днем, жарко. Кто дома? Лежит бабушка. А почему лежишь? Да что-то я устала. Как же ты устала? А где дети? Уехали, никого нету одна. А ты знаешь, что наш президент в Японии? Я спрашиваю. Нет, встань помолись, чтобы на его покушение не было. А ты знаешь, где патриарх? Она ничего не знает. Но ты скажи, Господи, руководители, царей, начальствующих, спаси от покушения на них, чтобы мудрые законы издавали, дали достойно людям жить, чтобы было еще уделять нуждающимся. Богу слава вовеки. Аминь.